Девушки отдыхают Человек, который не знал русского мясника Все равно о нем слышал Когда меня спрашивали, знали русского мясника Я, конечно же, отвечал, что нет Но, конечно, слышал И действительно о нем слышали все Это, наверное, самый популярный кейсер на просторах СНГ Причем человек, который никак абсолютно не связан с профессиональным киберспортом То есть, если я в свое время становился чемпионом мира по CS 1.6 И меня многие знали из-за команды Na'Vi, из-за наших побед То этот парень просто играл пабы Показывал свой скилл, показывал класс Записывал очень крутые и интересные видео Ну и, соответственно, стал чрезвычайно популярной личностью Ну и для меня большая честь, если честно Что Сергей уделил мне немножко своего времени Ну и мы с ним пообщались прямо перед Новым Годом Я надеюсь, вам это видео тоже понравится Поэтому приятного просмотра, дорогие зрители Ну и, конечно же, пальчики вверх Привет, Сергей Привет, Сеня Как твои дела, рассказывай Ты очень был занят весь этот месяц Я знаю, тяжело было с тобой связаться Ну, связались мы сразу практически Но... Через моего менеджера, да, сначала написал ему Потому что мне бесполезно, конечно, писать что-то там Забито просто напрочь все Я до сих пор, как бы, не знаю Эту личку не закрыл Не знаю, просто периодически там кому-то отвечаю Так время от времени, когда появляется Вот Но именно чтобы кого-то, какого-то конкретного человека найти Это, конечно, сложновато Вот И так сейчас, конечно, да Сейчас последней моей новостью было То, что, наконец, закончил ремонтик Хотя тоже я вот так немножко слукавил Я только в одной комнате закончил Вот У меня просто до этого был В квартире тут потоп, можно так сказать Когда До этого там ремонт давно делали А трубы старые все остались И они там Около толчка там какая-то шланг прорвало И все его вырвало с корнями И в этот момент никого дома не было И там, наверное, где-то Сантиметров 15 Уровень воды уже там налилось Когда нам соседи позвонили Вот Пришлось все вычерпывать И там паркетик был Его тоже весь вздыбил На нем ковролин Вот Все разбирать пришлось Вот И сейчас Кому-то как новенькое сделали Потолок, стену Да Скажи, а в каком городе ты живешь? Москва у Ситиля Ты переехал в Москву Раньше ты в Москве не жил, да? Нет, всегда-всегда жил Всегда жил в Москве И Коренной Коренной москвич Ну, давай пройдемся По таким, наверное, самым глобальным вопросам Скажи, как ты начинал Вот Играть в КС То есть, это, наверное, какие-то компьютерные клубы были Давно Или недавно? Это было давно Был я мелким таким Прещом ходячим Вот, учился И как-то, да Через друга Ля-ля Позвал в компьютерный клуб И вот тогда я увидел Какие-то уже первые шутеры Я не был такого конкретного Какого-то направления Именно Хочу КС Но Из всех там Когда там Какие квейки были Всякие анрил турнаменты Именно КС Больше привлек Именно Что-то, ну, это ближе Там, знаешь Вот это калаши, эмки Что-то уже более такое знакомое А не футуристичное Как в других шутерах То есть Стреляешь пулями Все такое Плюс, конечно На тот момент КС Она просто дико Набрала популярность И во всех компьютерных клубах КС просто была Это сто процентов Какой-то год был примерно Ой Ну, это было вообще Самое начало Когда КС Конец Девяносто девятого То есть Я изначально Как там вообще По сути-то было Изначально Я как-то вообще У друга Именно дома Увидел Когда вот эти Бетки всякие Знаешь, шли Да Вот Я, по-моему, в бета 5.2 Играл Если у меня память не изменяет Когда там еще, знаешь Когда стрекаешься В разные стороны У тебя Экранчик немножко Выклоняется Там, наверное, зум Еще у мки Был у тебя Вот это я не помню Уже таких подробностей Ну, там, да Своя немножко Там анимация Немножко другая была Модельки по-другому Выглядели Вот А так все Вот это Так сказать Костяк КС Остался Совершенствовался Так давно ты начал Но при этом Почему-то в киберспорт Никогда не углублялся Да Потому что Как у меня вообще По сути-то В жизни Что произошло Я больше поддался Потом В мувимейкинг То есть Именно меня интересовало Какие-то Что-то творить Да Творческая натура Я вообще По сути Вообще там С детства Там любил рисовать Там папа меня там Натаскивал на всякие Эти штуки Любил творить На уроках труда Там вообще Пятерки у меня сплошные были И все такое Так что Меня интересовали Больше мувики Там Красивые моменты Какие-то красивые убийства Вот Возможно Можно добавить Какие-то эффектики Общую стилистику Видео можно сохранить Тоже Какую-то оригинальность Привнести В это видео Вот Так что Я Да Вот этим Можно сказать Увлекался Ну Помимо Сам Конечно Играл Там Периодически У меня даже Что-то там Кланвар Кланвар Да были Потому что мы Такую команду Небольшую По-любому была Команда какая-то Ну да Я помню название Там Трибука БЛС А вот именно Расшифровку Уже не помню Давно это было Вот Только Пару раз На каких-то местных Чемпионатах Там был Но я не помню Что Какие-то первые места Занимал По-моему Самое Высокое Там Третье Занимал Но Не знаю Что было То было То есть Я именно Киберспортом Если интересовался То опять же Только через Мувики Оттуда информацию Поставлял Там Помню М19 Вообще Просто Разрешебенный Мувик Был Вот Всякие Там Еще куча Команд Вот А вот Они Так сказать Раскрыли потенциал КС Тоже считают Как реклама Мувика Можно считать Так сказать В продвижении Среди молодежи Помимо Каких-то Киберспортивных Мероприятий Которые Просто Афишируются В новостных Лентах Или еще Что-нибудь Какой Мувик Из прошлого В итоге Тебе Больше всего Запомнился Мне Например Как раз Таки Вот этот М19 Революшн По-моему Да Там Музыка Такая Эпичная То есть У тебя Тоже Те же Да Еще Если ты Помнишь Такой Есть Классный Мувик Как же Он Называется Нет С названием У меня Плохо По памяти Все Это Вспоминать В общем Про какого-то Там То ли Немецкого Чувака Джейгарн Во Джейгарн Называется Это Швед По-моему Джейгарн Швед Ну да Да Вот Там Это Нереальные Фраги Он Делал Да 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 Там Просто Еще Чем Цепляли Мувики Потому Что Во-первых Там Даже По-моему Не один Человек Работал Над Этим Мувиком Достаточно Профессиональные Ребята Там Очень Было Хорошее 3D Сделано Там Знаешь Вот Эти Вставки Всякие Там Пульк Летит Все Такое Плюс Качество Защит Монтажа В общем И Стилистика Музыка Вот Это Все Сочетание Эти Всех Аспектов Дало Такой Ошеломляющий Эффект Кого Представляет Из себя Сергей Ковалев В обычной Жизни Ну Как тебе Сказать Обычного Человека Я не знаю Чтобы я Чем-то Выделялся Но По жизни Я просто Любился Спортом Заниматься То есть Раньше Периодически Ходил Началось Конечно С родителей Наставничество На всякие Кружки Секции Там По борьбе В тэквондо Я ходил И плавание Да Вот Так что Когда там Всякие Вот эти Тусовочки Были Когда там Пойдем Там В пазики Посидим Побухаем Покурим Вот это У меня Что-то Вообще Не цепляло Вот Я тогда Был Фарелый лон Когда все Бухали Курили А я Так Можно сказать Вел Достаточно Хороший Образ Жизни Ну В принципе До сих Пор Не курю Не пью Там Даже Порой Там Не знаю Меня воротит На Новый год Когда там Заставляют Меня Один Один Бокальчик Этого Шампанское Выпить Вообще Никак Не идет Просто Какой-то Тошнил Начинается Ты Негативно Вообще К алкоголю Относишься Смотри Может Ты видел Недавно Был момент Наверняка Ты знаешь Егора Маркелова Как Игрока Слышал О таком Жем Человеке Он На стриме Забухал Да Недавно Немножко Как ты можешь Прокомментировать Этот момент Я могу Прокомментировать Что Конечно Это Можно сказать Просто Обычный момент Когда Просто Человек Забухал Начал Играть Необычный Солик Добавляет Что В этот момент Он запустил Стрим Я не знаю Как Забыл Выключитель Там По привычке Запустил И вот Такой Курьезный Курьезный Вечерочек Получился Но Доставил Как всем Удовольствие И фотки Одесс С лицом Когда он Корячился Зажег Ты скажи С такими Вообще В пабах Часто встречаешь Выпивших людей В пабах Ну в смысле Вообще Ну вот Нет В пабах На Кавказ Когда я рубил Когда записывал Свои видеоролики Там Я вообще Просто пересмотрел Небольшую часть Там Когда люди Начинают Включать микрофон Очень часто Такой голос Звучит Как будто Действительно Не совсем Трезвый Играет Да ты меня Достал Вообще Что там Такое Ну да Бывает Конечно Но Не скажу Что часто На самом деле Потому что Не знаю Обычно Человек Бухает Он не особо Будет играть Поиграет Полчасика Максимум И все Потом Все нагибают Все щили Он уходит Больше может быть Там Знаешь Встречались Какие-нибудь Обалдевшие Админы Когда Знаешь Человек Есть Какая Власть Все Делает Что хочет Там Помню Админ Такой Зашел И там Пол серва Просто Перебанил Боже мой Там На него Так Ругались А он Все Пофигу Было Нажимал Кнопку Заветную Все В шоколаде Но Кстати Тебя Часто Приглашали Отменить Какой-то Сервер Да Да То есть Ну До этого Я был Так Сказать Немало Серверов Которые Я отминил Мне просто Нравилось Даже Не то Что сейчас Знаешь Потому что Сейчас Какое-то Понятие Об админстве Это что-то Другое Потому что Мы продаем Админ Потому что Ты платишь Деньги За то Чтобы Админить То есть Неправильно Привилегии Какие-то И там Не знаю Пальцы веером Держишь Раньше Было Больше Понятие По моей Памяти Что Это Какая-то Ответственность То Что Ты Не должен Быть Бомжом Потому что Должен разбираться Как Скилл Какой-то Быть Опыт Чтобы Какие-то Липовые Бамы Не делать Неправильно А сейчас Да Больше Такой Больше Пафоса Я Отмин Все Ты Меня Оскорбил Любую Зацепку Некоторые Ищут И все Сразу Льдаешь Бамы Скажи Почему Русские Мясники Ты Наверное Отвечал У себя На ютубе Где-нибудь Еще раз Повторим Почему Такое Развание Ну прям Совсем Вообще Совсем Но Изначально Я не помню Как Как Это У меня Все Получилось Но Я Помню Эти Начал Когда Первое Название Она Была Правда На Английском Языке Там Был Russian Бучер Мувик Был По Крайзису Первому Крайзис Варс Если Будь Точно Вот И Там Я Не знаю Просто Сбрело В голову И назвал А потом Уже Пошел Налад Когда Я Начал Еще Больше Больше Делать Роликов И По Русски Начал Себя Звучивать И Переименовался Просто Русского Мясника Ну Да С одной Стороны Можно Конечно Подумать Что Просто Достаточно А второе То Что Именно Слово Мясник Тоже Можно Называть Что Вот Если Те же Паблики Называть Что Там Играет Мясо Да Там Все Мясница Там Все Такое Нет Такой Цивилизованной Какой-то Игры Как На Кланварах Да То То Я Такой Захожу Как Там Рубы Всех Если Так Уже По Жесткому Называть Скажи А Тебе Льстит Что Например Если В Ютубе Написать Слово Русский Потом Пробел Например На первом Месте Может Ити Рок Там Или Рэп А Потом Мясник Не Ну Это Конечно Не Делал Сразу Звоночек Ютуб Говорю Что Такого Больше Не Было И Меняли Меняли Суппозицию Скажи Для Мне Главное Не Знаю То Что Я Сейчас Смотрел На Ютубе Если Ты Вбиваешь КС 1.6 Или КС Гол Моё Видео Самое Верхнее Ты Хотел Такой Славы Ты Работал Над этим Или Ты Что То Делал И Это Само Пришло Или У тебя Было Первочередной Цель Все Набить Лайки Просмотры Количество Людей Ты К этому Стремился Нет Потому Что Как Сейчас Большинство Начинающих Ютуберов Лидсплейщиков Как их называют Они Именно Делают Больше Когда Хотят Развиться Что Не на Качество А на Количество Больше Делают Я Изначально Когда Занимался Мой Мейкингом Это Реально Труд И Пот Когда Ты Много Часов Сидишь Отбираешь Моменты Монтажируешь Что Там Добавляешь Думаешь И Все С Этим Связано Действительно Труд Который Вот Я Привнес Свои Ролики То есть Это Идет Отбор Моментов Самый Сок Музыка Какая-то Накладывается Не знаю Моменты Я по-разному Порой Собираю От Трех Дней Порой Неделю Знаешь Какая-то Игра Новая Выходит То есть Надо К ней Привыкнуть Быстро Всему Научиться Таше Я Как-то Совесть Не позволяет Какую-то Игру Показывать В моем Исполнении Если Я там буду Нубить Мне надо Именно Показывать Уже Высокий Класс Даже Если Игра Совсем Новая Но Слава Богу У меня Это Получается Я Очень Быстро Учусь Всяким Новым Играм В первую очередь Конечно Меня шутер Интересует И все Там Не знаю Первые бои Там Какая-то Игрушка Крайзис Выходил Тот же Или Баттлфилд Я вообще Легко Влился После КС И начал Там Уже Первые Места Занимается Опять Это Паблик Некоторые Игры А тут Киберспорт Не тянут Ну Как Собственно Баттлфилд С его Багами Лагами Например Больше Всего За что Гнобят Баттлфилд То что Там Маленький Тикрейт Даже VIP Сервера Там Какие-то Считаются Если Там Тикрейт 30 А так По сути Там По дефолту Там Тикрейт 10 Представляешь Как-то Мало То есть Там Иной Сопоставим А все Это С Кс Го Такое же Понятие Тикрейт То есть Сервер Не засчитывает Все Твои Как Бы Такая Херня Просто Нереально Происходит Ты Там Сидишь На Танке На Тебе Пролетает Самолет Ты Точно Попадаешь Там Видишь Спрайт Взрыва Как Устроен Дышки Вот А он Все Дальше Летит То есть Именно Нет Регистрации Периодически Такая Фигня Случается Хорошо Давай Теперь Поговорим О Моменте Например Когда Ты Узнал О команде Нави Когда Ты Узнал О команде Нави Честно Сказать Не Помню Первое Что Ну Знаешь Человеку Не знающим Ничего В этой Сфере Больше Запоминаются Наверное Всякие Логотипы Красочный Там Какой-то Такой Такой Секой Там Формы Вот Помню Да Мне Запомнился Как-то Нави Логотип А именно Дата Какая Была Не Припомню Ну Тебе Знаешь Пошли Вот Эти Девайсы Всякие Я Помню Первый Ковер С Нави Купил Тут Только Только Так Могу Сказать Именно Какие Даты Не Могу Сказать После Вот Этих Вот Побед Которые Там Дала Команда Нави Нашему Отечественному Киберспорту У тебя Не появилось Вот тогда Желание Все-таки Не знаю Заняться Активно Киберспортом И все-таки Что-нибудь Создать Подобное Нет Потому что Ну Если меня Изначально К этому Не тянуло То есть Просто Нравилось Исполнять Какие-то Красивые Убийства Не знаю Потому что Когда ты играешь В клавары Все-таки Там Потеешь Там Напрягаешься Очень сильно Там Надо молчать Никакого Расслабона В большинстве Случаев Когда идет Команда На команду Одинакового Скилла Это идет Размен Это убил Того Убил Там Минус 5 Так спокойно Не сделаешь Как на паблике Ты Всегда Играешь Паблики В основном Или Все-таки Даже Там Без команды Миксы Пробовал Собирать Или Вот Только Паблики То есть Там 10 на 10 Или 15 на 15 Ну Вот Если Брать Конкретно КС Мне конечно Не очень Устраивает Когда Там 15 на 15 Такой Фарш Просто Когда Все Начинают Стоят На Респе Перестреливаются В узком Переулке Какой Все Боятся Куда То Выйти Потому Что Если Ты Выходишь Сразу Человек 10 Встречают И Какой Ты Задрут Не Был Ты Ничего Не Сделаешь Так Что Ну Да Где-то Примерно 10 на 10 Хотя Конечно 5 на 5 Устраивает Вот Ну В КС Гол Я Немного Наиграл Этих Матчмейкингов Сколько Там 30 32 Победы Сейчас Не знаю Мне просто До этого Момента Еще На моем Аккаунте Девушка Играла Она Там Все Мне Запорол Статистику Я не знаю Какой Там Расчет Идет Там Примерно 30 30 Игр Сыграло Из них Только 5 Или 6 Играл Потом Приходил Это Все Добивать Шабран Какой Появился Сейчас Сейчас Калашик Вроде Скажи Ты Когда Переходил На КС Гол Тебе Эта Игра Понравилась Она Тимпанировала Или Ты Долго Привыкал Там Не знаю Обижался Обидел Варьо Сначала Плевался Как и Большинство Я просто Вспомнил Какие Вот Эти Скандалы Были Когда С 1.6 Типа Люди Переходили На Сурс Там Миллион Патчей Потом Выпускали Миллион Там Долларов Вливали В рекламу Чтобы Знаешь Люди Заинтересовывались А Именно Ну Конечно Некоторые Вечи Непривычно Но Ко Всему Я понимаю Можно Привыкнуть Но В случае С КС Гол Опять же Некоторая История Как и Сурсе Появилась То Что Именно Низкий Тикрай Что Пули Начинает Пропадать И Всякие Дополнительные Фишки Не нравятся Мне не нравится Что Графон Там Такой Слишком Нагруженный То есть Взяли Там Кучу Плоскостей Добавили Мусора На карту Раскидали Там Не нравится Мне Например Что Надо Вот Эти Всякие Раскидки Задрачивать Там Три Пикселя Влево Два Пикселя Вверх Чтоб Там Она Правильно Полетела И Ровно Легла Там В какой-то Проход Дым Флешка Еще Что Ну А разве В контрсеке 1.6 Не так Чтобы Четкую Гранату Кинуть Ну Там Более Упрощенно Там Там Больше Как сказать Интуитивно Понятно Потому Что Я Долго Привыкал К физике Отталкивания Этих Гранат В Кс Го Потому Что Мне Вообще Непривычно Когда Там Во-первых Кс Го Вот Эта Вся Поверхность Нижняя Она Периодически Скашивается В разные Стороны Если Там Флешку Кидаешь Об пол Она Так Пружинит Как будто Она Из кучук И сделана И одновременно Она Когда ее Куда-то Вдаль Кидаешь Об стену Она Как-то Очень Слабенько От нее Отталкивается К этому Еще До сих Пор Привыкаю Вот Получается Не получается Но Ты Еще Дальше Сейчас Например Мне не нравится Если сравнивать С 1.6 Та же Стрельба Потому что Какая-то Вот она Слишком Понимаешь Она Рандомная Потому что Вроде Как-то Разброс У нее Большой Достаточно Когда Пули На Сочем Больше Вверх Летят Чем В 1.6 Но Периодически Те Какие-то Днищи Просто На Бегу Там Дальней Дистанции Каких-то Левых Пушек Убивают Хэдшотами Постоянно Плюс Там Нет Такого К примеру Что Тебе Не так Фризит Когда Ты Попадаешь По Противнику То есть Противник В Ксго Туда-сюда Быстрее Бегает Более Мобильный Да Вот Всякие Перетяжки Сделали Более Быстрые Карты Более Мелкие Что Ли Стали Ну Как-то Вот так Если В общих Чертах Рассказывать Ну И Подбивая Итог Всему Сказанному В этом Ты Перейдешь На Ксго Окончательно Или Ты Выйдешь И Там И Там У У Меня Показали Там И Там У У У У У У У У У Туда Сюда Вообще Задули Секунды Только Потом Он Выходит Опять же Если Возьмем Твою Аудиторию Ты Вообще Сам Там По Комментариям Или По Каким-то Голосованиям Или По Личке В В Контакте Кого Сейчас Больше Еще Один Шесть Оллскульных Игроков Или Постепенно Более Молодых Ребят Которые Интересуются Ксго Ой Вот Это Сложно Сказать Потому Что Я Никогда Такую Аналитику Не Подводил По Идеи Конечно Ксго В Итоге Завоюет Потому Что Когда Ты Школьник Юного Возраста Тебе Больше Интересует Графончик Нежели Сам Геймплей В этом Разбираешься Главное Чтобы Именно Игрок Красивая Была Но Опять Допилит Потом Будет Лучше И В итоге Перейду Потом Тоже На Ксго Так Так что Сейчас Мне кажется Все Таки Пока Больше 1.6 Потому Что Те же Что Сравнить Количество Серверов Я не знаю Если Заходишь В 1.6 Я Убираю Там Фильтры Какие Там Пин До 50 Если По Московскому Судить Там Серверов Не знаю Под 800 900 Накапливается Если В Ксго Тоже Операцию Делаю Там Серверов 200 300 Максимум Накапливается Будний День Когда Большинство Нарова Но Это Может Связано Потому Что Вообще Паблик Не развит В Ксго Так Как Развит Он В 1.6 То есть В Ксго Больше Матчмейкинги Люди Играют За Званиями Гоняются Как Тебе Вообще Эта Система Рейтингов Ксго Например Это Прикольно Конечно Хоть И Там Если Брать Эту Систему Дополнительную Дойки Когда Ушечки Там Надо Покупать Об 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 Думаю Немало Народу Матчмейкинги Гоняют Но Хрен Знает На самом Деле Эту Тему Я Не Развивал Сколько Там Народу На Пабликах Сколько Матчмейкинги Но Опять Ж Многие Выбирают Как Это Другие Ресурсы Потому Что Там Оверпро Фасткап Какой Ни То Ну Конечно Не помню Как В Ксго Они Называются Разные Сайты Чтобы Сервер Был Настроен Хорошо Там Есея Фейст Да Секрейт 128 Строял Потому Что Именно Чувствуется Разница Между 64 И 128 64 Там Даже Порой Чувствуются Какие-то Задержки Я Помню Вот Это Меня Тоже Вещь Бесит Когда У тебя Например Пинг 15 У чела Там За 80 И у него Почему-то Задержка Меньше Чем у тебя К серверу Я даже Помню Записывал Матчмейкин Когда Играл Там Допустим Там С дробаша В упор Стреляю Чел Выживает То есть Какая-то Часть Дробинок Там Теряется И Потом Был Момент Когда Чел Убегает Из-за Стены Я Разворачиваюсь Тоже У него Шмоляю В этот Момент Умираю Вот Ему Дамага Никакого Не записывается Вот А потом Я скачиваю Демку Этого Матча Смотрю Этот момент Нахожу И Там Я Даже До Него Не Развернулся В Него Он Как-то Меня Быстрее Убил Прежде Чем Я Развернулся А у У меня На Игране Была Совсем Другая Картинка То есть Все Эти Баги Нужно Исправлять Да Я Не Понимаю Если В Баттлфилде Куча Игроков Бегает Огромные Карты Разрушаем Как Происходит Это Тоже Нагрузка На Клиент На Сервер Когда Идет Обмен Пакетами Любой Любой Там Эволюшн Эти Всякие Штучки Чтобы Все Игроки Видели Что Какие Идут Разрушения На Карте Плюс Куча Других Игроков А Здесь Тут Даже Нету Как В Сурсе То Что Бочки Можно Там Стрелять Они Убегают Куда Откатываются Как Ты Отноишься К Стримам Ты Никогда Не Думал Об Этому По Мне Так Это Че Не Мое Как Минем Потому Что Долго Все Смотреть Я Сам Других Людей Никогда Стрим Не Увлекался Я Именно Увлекало Сначала Моего Восхождения На Ютуб Именно Какой Монтаж Делать Какие Ролики Именно Чтобы Там Была Нарезка Моментов А Пробовал Ли Ты Стримить Когда Нет То есть Ты даже Не Пробовал Никогда Но Стоит Попробовать Точно Ну Может Канал Все Какой Ни Открою На Твиче Просто Там Конечно Не Шарю Еще Что Так Хотя Можно На Том Же Ютубе Запускать Стрим Да Можно На Ютубе Просто На Твиче По Моему Платят Больше Немножко За Рекламу Потому Что Более Геймерская Платформа Такой вопрос От одного Из твоих Зрителей Служил ли ты В армии Как ты Отношишься К армии Не Не служил У меня там Чудесным Образом Удалось Отмазаться Потому Что Там Как-то Я помню Захожу Как Вот Эта часть Называется Где Ну Твое здоровье В общем Проверяют И там Просто Тетя Сказала Хочешь Хочешь Служить Я говорю Нет Ну Тогда Там Говори Типа Там Что-то Реагируешь Бац Сказал И Все Пронесло Совсем Без денег Без ничего Да То есть Да Да Сам Издивил Потому Что Я столько Этих Историй Наслышал Когда Ой Я То-то То-то Там 50 тысяч Еще Чего-то Боже Мой А У меня Как-то Бац Бац Пронесло Клево Какие Планы На будущее У тебя Связаны С ютубом Опять же Или С играми Возможно Ли мы Увидим Тебя Не знаю Не в Бэтлфилде Не в Кс Го В чем Нибудь Новом Там Например Фар Край 4 Ты играл Да Вот Мы Как Начали С тобой Общаться Сейчас Скайп У меня Как раз Видео Выложилось Я Добавил Себе На канал И Там Уже Да Пару Моментиков Фар Край 4 Есть Там Есть Если Может Слышал Игру Такую Еволов От Разрабов Лидфудет Вот Там Один Монстр Такой Бегает У него Куча ХП Там Всякие Обилки Есть Вот И На него Охотятся 4 Наемных Убийцев Таких Крутых Вот У них Тоже Там Свои Подразделения Один Медик Другой Инженер Там Еще Что-то Вот Разные Есть Классы И Вот Как раз До этого Месяца По-моему Проходила Открытая Бета Вот Я Там Тоже Моментов Позаписывал Я думаю Хватит Еще На отдельное Видео Так что Смонтирую Думаю Скажи А как у тебя Вообще Вот Запись Происходит То есть Ты вот Все Что не делаешь За компьютером В игре Ты постоянно Пишешь Как демку Или Снимаешь Вконтакте Вконтакте Сижу Не Ну Или Постоянно Снимаешь Стримерской Программой Просто Видео Уже Ты вот Ты Так себя Приучил Да Вот Изначально Вот Все Что ты В игре Не делаешь В играх Ты всегда Пишешь За собой Чтобы Потом Всегда Иметь Момент Когда Там Просто Хочется Расслабиться Развлечь С кем Ни Своей Девушкой Или Еще Какими Друзьями Просто Поиграть Либо Новые Игры Вообще Которые Я Не Не Привык Играть Я Просто Тот же Let For Dead Заставляли Играть Еще Какие Чисто Так Один Два Раза Поиграть Именно Планирую Что-то Запись На Запись Потом Выкладывать Последующие На YouTube А так Периодически Тоже КС Там Все Основные Игры Battlefield Захожу Записываю Многие Зрители Опять же Мои Наверняка Твои Думают Что У Профессиональных Геймеров Или Профессиональных Ютуберов Или Задротов Если Говорить Проще Нету Личной Жизни Как У тебя С этим И Вообще На Притяжении Всей Твоей Жизни Вот Тринадцати Уже Пятнадцати От Counter-Strike Девушка Тебя Недавно Появилась Или Она Была Вообще Разные Девушки На Протяжении Всего Этого Периода Ну Конечно Дальнейшные Вопросики Ну Так Периодически Появлялись Не Так Уж Я Прям Задрот Нужно Сказать Как Многие Почему Ты Считают То Знаешь Такое Понятие У Людей Если Человек Хорошо Играют То Каждый День По Многу Часов Сидит Играет Задрачивает Нет У меня Почему То Иногда Те Ж Новые Игр Получаются Даются Легко Там Не знаю Получается Убивать Руки Как Говорится Плеч Растут Так Что Сейчас Я Свою Девушку Где-то Почти Год Встречаюсь Так Что На Этом Фронте У Нормально Сколько Времени Ты Проводишь За Компьютером За Играми И Как Сейчас Кстати Ты Досуг Проводишь Вне Компьютера То Есть Ты Говорил Что Занимаешься Спортом На Притяжении Всей Своей Жизни Но Сейчас Иногда Перерывчики Бывают Например Сейчас Когда Я был Занят Ремонтом Еще Чем То С Ноября Планирую В зал Пойти Все Дела Именно Конкретно Сколько Часов Провожу За Компьютером Именно Игры Или Вообще Провожу За Компьютером Вообще Да За Компьютером То Есть Сколько Сидишь В Сутках Вот Когда Знаешь Такие Бывают По Периоду Жизни Когда Надо Поработать Там Я Конечно Могу Часов Десять Посидеть За Компьютером А Иногда Вообще Там В день Могу Пару Часиков И Все У меня Просто Либо Глаза Начинает Болеть Либо Просто Времени Нет Нет Желания Там Еще Чего Потому Что Без Желания В нашей Жизни Мало Чем Можно Сделать Как Ты Планируешь Новый Год Отмечать Который Буквально Вот Вот Наступит Да Вот Вот Наступит И Я Планирую Уехать В гости К своей Девушке Она Просто Далеко Живет На Севере Там Ну Мама Ее Там Живет У них Буду Отмечать Там У нее Друзей Много Это Она Жила Там Все Собралось К ним Поедем Там Тоже На Квартиру Они Что-то Снимают Ну Посмотрим Что Из Это Выйдет Как Они Там Набухаются Потому Конечно Когда Куча Компания Там Вся Подвыпившая Мне Скучно Будет С ними Посмотрим Как Приведем Время Там Погуляем По их Городу Там Тоже Какие Свои Достопримечательности Есть Ну А Ты Затронул Второй Раз Ну Сначала Я Затронул Теперь Ты Затронул Тему Алкоголизма Что-ли Ну И вообще Ту тему Когда люди Позволяют Себе Выпить Лишнего Скажем Так Я Тоже Дело В том Что Не пью Уже На Притяжении Двух С Половиной Лет И Вот Я Понимаю По твоему Разговору Тебе Тяжело Находить Общий Язык Или Находиться На одной Той же волне С Непьющими Людьми Или Все-таки Ты Там Нашел Какие-то Спьющими Да Или Ты Все-таки Нашел Какой-то Рецепт Метод То есть Как Как Оно Нет Я не нашел Метод Я просто Говорю Как Возможно Будет Потому Что Там Когда Я Допустим Работал На Обычных Работах Ну То есть Каждый День Хочешь На Работу Там Что-то Делаешь Они На Ютубе Там У нас Были Да Корпоратив Чики Периодически Я вижу Как Люди Меняются То есть В обычном Будении Ты Работаешь С ними Нормально Общаешься А потом Какая-нибудь Такая Комбашка Собирается И Все Что-то Как-то Не то Нет Я вас Не понимаю Ребят Скажи Опять же Про Обычные Работы Сейчас Ты Полностью Посвятил Свою Жизнь Ютубу Своему Ютуб Каналу Ну Да Ну Это Как Знаешь Приоритеты Вроде Хватает Ли Средств Да Средств Начало Хватать Соответственно Я Перешел На Ютуб То Есть Ты Теперь Максим Концентрируешься Только На Этом Ну Да У У меня Правда Нет Цели Я Можно Сказать Не Такой Человек Что Знаешь И Плохо Отношусь К Алкоголю И Не Очень Хорошо К Деньгам Деньги Любыми Способами Там Рекламу Здесь Рекламу Там Взять Подороже Вот Как-то Пропиариться Через Других Что-то Ля-ля-ля Вот Я Занимаюсь Своим Любимым Делом Да Мне Всегда У меня Нет Не Всегда У меня Есть Настроение Там Что-то Не Всегда Есть Настроение Что-то Делать Поэтому У меня Перерывчики Иногда На Ютубе Бывают Что Тоже Люди Бесятся Что Где Где Видео Занимаюсь Своим Делом Любимым Пока На Жизнь Хватает Кем Ты Работал Я Работал На Складе Автозапчастей Там Импортных А Есть Есть У тебя Образование Выше Образование У меня Нет Выше У меня Нет Средне Специально Да Я Выучился На Авто Следствия Тоже Опять Все С Машинами Связано Но Когда У нас Практика Проходила Я Понял Что Это Не Мое В Масле Копаться При Автомобили Тебе Нравятся Тебе Нравятся Какие Новые Гоночные Штуки Бэм Бумеры Ауди Ну Опять Если Только Внешне У меня Самого Машин Нет Как Говорится Просто Могу Поинтересоваться Больше Визуально Какой То Частью А Чтобы Именно Дословно Дал знать Что Что Да Как Сейчас В моде Как Карбюратор Еще Что Ну А Хотел Был Ты Машину Автомобиль Приобрести Пока Нет Пока Нет Ну Не знаю Не тянет Что-то По дорогам Катать Плюс Ты знаешь Небось Какие В Москве Сейчас Пробища Дикие Да В Москве Немально То есть Если Машинку Какую Ты Имеет Чтобы Там На выходных Куда-то Сгонять Если Только Хорошо Тут Таких Два Автоповых Вопроса Опять же От Твоих Зрителей Первый Почему У тебя Так Блестит Лысина Чем Если Все Побреются У них Все Будет Блестеть Лысин Потому Что Там Эпидермис На голове Он Такой Можно Сказать Более Нежный Потому Что Всю Жизнь У тебя Там Росли Волосы Они Не Видели Света Потом Я С возрастом Малец Подоблосил Там Залысины Появились И Потом В какой-то Момент Решил Сбрить И Что-то Пошло Поехал Нормально Все Сейчас Протер Тряпочкой И Нормально И Другой Вопрос Скажи Ты Читер? Можем Потом Вырезать Этот Момент Как Ты Отноишься К Читерству И Почему Очень Многие Опять же Мои Зрители Когда Я спросил Что Задать Мяснику Именно Этот Вопрос Написали Как Я Вообще В общем Чертах Как Ты Отноишься Какие У тебя Были Мощные Истории Связанные С Читерством Ну Прям Смешных Не Было Я Конечно Помню Сам Читы Скачивал Но Чисто В ознакомительных Таких Каких Своих Суждениях Чтобы Там Понять Где Там Какие Там В той же 1.6 Прострелы Были Это Все Дело Когда Еще Мало Лета Было Он На Трейне Не Мог Догнать Где Там Людишки Бегают Как Это Я Название Даже Этих Карты Никогда Не Задрачил Где Что Называется В общем На Появлялись Я Я О Название Я Рассказывал Что Я На Серверах Был Админом Достаточно Большое Количество Раз И Сейчас Даже Приглашают Просто Это Значить Чтобы Понимать Что Это Такое Как Это Можно Настроить Я Раньше Не Знал Что Можно Как То Плавно Настроить Чтобы Они Чуть На Голов Наводились Наводились Только На Тело Узнал Про Хитбокс Слышал Ли Ты О Последних Читерских Скандалах CSGO На Профессиональном Уровне Я Слышал Там Какую Какую-то Новость Что Какие-то Там Рекорды Побились Забанивают Читеров Именно В CSGO Что-то Такое Слышал Что Долго Не Могли Какой-то Чит Авто Шот Триггер Как Он Называется Забанит То есть Там Постоянно Обновлялся То есть Именно Слышал О большом Количестве Читеров CSGO Наплыв Ну то есть В Counter-Strike 1.6 Вот как я Помню Еще Когда мы Играли Были Читы Такие Вот Деревянные То есть Когда Просто Видно Чувак Наводится На голову И сразу Попадает Одному Второму Третьему Пятому То есть Я так Понимаю В 1.6 Тоже Появились Такие Читы Которые Специально Поднастраиваются Как ты говоришь Практически Даже Заметить Тяжело То есть Ты не можешь Отличить Сразу Чувак С щитами Или без То есть В этом плане Все Это Тища Поделить Потому что Некоторые Виды Амботов Есть Которые Там Не знаю Чего Рядом Стреляют А все Равно Хэдшот То есть Самого Наведения Прицела На Хитбокс Головы Нет Также Ну и в Ксго Я не знаю Какие там Возможности Есть В зависимости От разных Типов Движков Хотя Все Движки Конечно Уже 100 лет По алгоритму Кваки Работают Вот И Видел Там Наш Криншоты Они там Что-то Помогли Валве То есть Добавили В свою Базу Античита Вак Чтобы Он Начал Банить И он Там Кучу Человек Забанил С этими Приватными Читами И там Когда банят У тебя Инвентарь Блокируется Да Там Такие Скеншоты Видел Представляешь Чел Там И у него На аккаунте 1000 Ну Если в рублях Эквиваленте Выражать 1200 Представляешь Там Куча Ножей Эти Азимы Всякие Эмки Вой И все Такое Как ты Кстати Отноишься К этим Скинам Ты Тогда Не договорил Ключам Скинам Открытиям Прогнозам Ксго Лаунж Например Сайт Который Постоянно Принимает Ставки На Профессиональные Матчи Это Очень Увеличило Я бы сказал Аудиторию Но при этом С другой Стороны Некоторых Людей Оттолкнуло Именно Про ставки Я мало На самом деле Слышал Ну то есть Я там понял Идет какие-то Матчи Если ты там Угадываешь Команду Которая Выигрывает И соответственно Приумножаешь Свой капитал Правильно Да Вот А именно Там Обмен Это уже Личная По договоренности Главное Что там Никто Никого Не обманул Там Как-то Бот Работает И там Вот Эти Вещи Передаются Просто Сейчас Опять же Куча Этих Сайтов Всяких Пошли Которые Обманывают Там Пушка Там Какая-нибудь АУП Дракон Всего Там 3000 Рублей Стоит Хотя Там Самый Говеный Вид На торговой Площадке Его стоит Там Пятнашка Что Вот Так Отношусь Я помню Когда Первый Раз Записывал Ксгу Первый Ролик Ксгу Выпустил Я вообще К этому Никак Не относился То есть Я только не помню Были они уже Тогда или нет С какого момента Они их вели Ну Наверное Уже Полтора года Или год Не полтора Наверное Лето 2000 Ну да Полтора 2013 Ну вот А потом Когда Я Собрался С мыслями С духом Вжал кулачки Решил Еще разочек По ксгу Поснимать Я там Еще новость У себя В группе Сделал Типа Кидайте пушки Кому Чего не жалко В подарок И типа Я с ним буду бегать Снимать видео И мне даже Там реально Этого Ау-п-дракон Кидали М16 Вой Который Дорого Стоит Я когда Первый раз Смотрел Ну не знаю Там тот же Ау-п-дракон Любой У меня в мыслях Только было Максимум Сумма Ну 500 рублей Там небось Стоит И все Потом Когда Время прошло То есть Там Я уже начал Пушки собирать Там месяц прошел Что ли Пушки собирать Там Чем уже пишут У меня уже Этой пушки нет У меня той пушки нет Я уже там Что-то перепродал То есть Надо было Сразу У них Забирать Пока Еще тепленькие Вот И потом смотрю На дорогой площадке Реально Они там 12000 стоит А то и больше Для меня конечно Это жутко Так-то я нормально К этому отношусь Потому что Никто не принуждает Тебе на баланс Это никак В игре не влияет Кипись Только на сантиметр Больше становится А так все Все Наверное В рамках Опять же Может кому-то повезет Там сундука Выпадет Но Если сейчас Смотреть То что Из сундуков Выпадает Мне кажется Именно Количество вещей Которых есть На дорогой площадке Их намного меньше Стало Качественных То есть Ты там Тратишь Рублей 100 Сколько там Сейчас Ключ стоит 170 И в итоге Как лотерея Ты там Выигрываешь Раз в 10 Меньше То есть По 5-10 Рублей Будут Вещички Падать Я видел Как люди Там Прям просто Закупаются По жесткому Там На 15 На 20 Тысяч И у них Там Выпадает Реально Фигня Какая-то Ну максимум Тысяча на 3 То есть Ну Потеря Очевидна Скажи Что ты Несешь В массы То есть В этом Плане У меня есть Ютуб Прожаренное Я помню Там Когда Первый Конкурс Проводил На 100 Тысяч Там Просто Расхвалил Это мясо Давайте Ребята Налегаем На мясо Кушаем Жарим Варим Парим Вот А так Несу В массы Как минимум Я несу Какой-то Скилл Потому что Сейчас Вообще Действительно С ловыми Играми Как я считаю Каждая новая Игра Она какую-то Херню делает На самом деле То есть Раньше Игры Они больше Больше Именно Киберспорту Подходили Я считаю Что 1.6 Больше подходит Киберспорту Нежели Ксго Потому что Опять же Там Много Что допиливать Надо Хуже Чем в 1.6 В плане Геймплея Вот И вот Опять же Игры Какие-то Новые Появляются Которые Там Функции Всякие Есть Появляются Которые Рассчитаны На людей Которые Ну Как Чтобы не Обидеть Криворуких И все Такое Которые Думать Не умеют Реакция Очень Слабая Знаешь Ну Баганы Всякие Появляются Еще Что-нибудь Например Там Какого-нибудь Титанфиля Титан Титан Фолт Да Ну Мы там Шуткой Называйте Титанфил Там Например Есть Если Слышал Такая Пушка Пистолет Умный Пистолет И в нем Встроен Аймбот Представляешь Бегаешь Такой Включаешь Невидимку Сидишь В кустах Срешь Там Эти Горави В жопу Заползает Он сидит Все равно И все Просто Наводится Там даже Несколько Целей Можешь Захватывать Просто Потом Нажимает Курок Зачем Такую Делать Если Именно Говорить Думать Со стороны Расчет на Большинство Игры Вообще Становятся Все легче И легче Да Чтобы Больше Денег Заработать На продажах Я помню Очень смешное Видео Когда Там Сравнили Современную Игру И там С думом И например Привели Дум В соответствие Современности И там Типа Откройте Дверь Там Буква Е В думе Ты же бегал Вообще Не знал Идите налево Направо Там Поверните Развернитесь И так далее Какие планы На будущее У тебя сейчас Миллион Там Двести Что дальше Там Два миллиона Три Или как Ну Все возможно Но опять же Если На рынок Ютуба Отталкиваться Конечно Людям Англоязычных Каналов Это легче Потому что Их Может вся Европа Америка Смотреть Да Тут Только В принципе Страны СНГ Точнее Я конечно Не собираюсь На английский Переходить Я не владею В совершенстве Так что Ну Пока Да Есть Сколько У меня там Уже Миллион Сто тысяч Будем Продвигаться Да Я же Не буду Никого Заставлять Там Что-то Подписываться Люди Сами Идут Я помню Поначалу Когда Там Пыхтел Подписчики Очень медленно Шли Потом Уже Конкурс Дал На Сто тысяч Потом Да Вот В этот момент Я помню Резко Все Подскочили Именно Конкурс Давал Сто тысяч Прошло Три недели И у меня Уже Триста Тысяч Помню Хейтеры Какие-то Начали Появляться Там Ну Крутил Там Все Дело Все Дела Ну Опять же Больше Популярность Когда у Человека Любого Становится Соответственно Больше У тебя Поклонников Становится Больше Хейтеров Так что На будущее План Не знаю Развиваться Возможность Что-то Новое Привносить Какие-нибудь Вещи Новые Снимать Те же Например Как он Называется Там Вот на рынок Скоро выйдут Хорошего качества Очки Третьего поколения Которые На глаза Одеваются Ты Крутишь Головой Соответственно Можешь Смотреть В разные Стороны Вот это Все Повторяется Движение Те же Страшилки Хорошо Играть Возможно Шутеры В шутеры Интегрируют Все Может быть Я даже Слышал Что в будущем Или уже Есть Прототипы Когда Тем же Курсором Или Перекрестьем Во всяких Программах Ты можешь Управлять С помощью Зрачка Глаз Опять же Это Какая-то Фигня У тебя На голову Вешается Куда Твой Зрачок Смотрит Туда Идет Курсор То есть Не мышкой По удобству Это конечно Все Следует Предстоит Нам узнать В контр-сваке 1.6 Например Посмотрел Сразу Хэдшот Смотрите Пацан Жоргана Какой-то Тип У него Нервный Все Спасибо тебе Большое Сережа Спасибо За беседу Очень понравилось Надеюсь Еще Не раз Тебе Удачи Развивайся И Увеличивай Количество Подписчиков И Ну и Конечно Хорошего Нового Года Спасибо Огромное И тебе Того же Всего Самого Главного Всего Самого Лучшего И конечно Здоровье Это самое Главное Что может быть У человека И тоже Новый Год Желаю тебя Классно Встретить Плюс Ты Я слышал Тоже Свой канал Открыл Отдельный То есть Раньше Выпускал Ролики На канале Нави А сейчас У тебя Отдельный Канал Да Отдельный Ну я там Не занимаюсь Прям Как ты Как раз Таки Монтажом Больше Там Все По-простяцкому Возможно В будущем Ну Ты сам Сказал Что эта Работа Она Отнимает Массу Времени А у Меня Моим Первоочередным Является Стримерство А стримерство Это Сам Понимаешь Там 8-10 Часов Я комментирую Какие-то Матчи И потом Просто Не остается Уже Сил Накладывать Это Спасибо Спасибо